Добрый вечер, здравствуйте, сейчас две секунды, я чуть-чуть регулирую микрофон, Женщика, пожалуйста, поспособствуй, чуть его настроим. Здравствуйте, с вашего разрешения я сразу чуть-чуть ближе к зону комфорта зайду, чуть-чуть можно убрать, теперь убери, убери, красавчик, молодец. Давайте поаплодируем наш звукат, Женя, он сегодня будет чуть-чуть выступать. Так, смотрите, какое дело, кто был на прошлом открытом микрофоне? Отлично, никого не было, можно читать те же шутки, супер вообще, нафиг новое, что думали. Нет, суть такая, что сегодня должен был здесь быть и вести Андрея Антоненко, кто знает, кто это такой. О, отлично, давайте потом мы запишем в сториз, что он пидорас. Да, да, включайте камеру, ладно, давайте так, раз я ругнулся, сейчас я закрою шторку, стойку. Да, 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 ну, хотя бы я не буду видеть глаза детей, а в этом зале. Мероприятие 18+, естественно, на афише, я думаю, вы, наверное, видели, поэтому иногда, ну, по лупы туда, я знаю, кто сегодня будет выступать, иногда будет март. Не так часто, кужоры, потому что этого пидораса тоже сегодня не будет. Давайте так, для гостей, которые не знают, вот у нас есть объединение ведущих. Пока тут два человека присутствуют, еще два, это Антоненко и Мандаренко. И обычно мы должны здесь быть все. Но, как всегда бывает, кто знает Андрея и Жору, в последний момент они потерялись. Ну, якобы важные дела. Поэтому для них мы потом запишем отдельное видеообращение, только как мы их всех любим. На самом деле это не важно. Сегодня у нас будет аж четыре человека выступать. В прошлый раз было всего три, но вас не было, вам все равно. Смотрите, порядок выступлений я озвучу чуть позже. Что такое открытый микрофон? То есть люди написали шутки. К сожалению, так устроен мир, что невозможно написать сразу шутку универсальную, которая понравится и вашей бабушке, и ребенку из ТикТока. Поэтому мы пишем шутки, приходим сюда, и благодаря вам мы узнаем, смешные они или нет. Сегодня может быть смешно. Я, в принципе, часть материала ребят видел, я думаю, будет где посмеяться, но может быть и не очень. Поэтому попрошу, да, да, давайте поаплодируем Руди. Вот он, Руди. Он сегодня сделал, он сегодня первый раз выйдет на сцену, поэтому я хочу, чтобы вы его прям тепло встречали, когда подойдет его очередь. Но так в целом, все, что нам от вас нужно, это расслабиться. Просто расслабиться, слушать нас, где смешно аплодировать. Если прям истерика, не стесняйтесь. Такое иногда, но бывает, что вот, ну, прям смешно, смейтесь в голос. Ну, едой нас только не кидайте, пожалуйста. Хорошо? Ну, маленькая. А там не кидайте, у меня футболка белая, не надо. Маленькая просьба, да, не кидайте, пожалуйста, нас едой. И перед тем, как мы начнем, мы, наверное, познакомимся. Ну, так, лайтово. То есть, смотрите, я очень не люблю грубость, ну, в целом, в материале. И поэтому, обычно при знакомстве, вы же знаете, Канди Клав, мы все на нем выросли. То есть, воля вначале похерячит безбожно просто всем. Ну, я так не люблю, но, когда выходишь на сцену, ты немножко в образ ходишь. Поэтому, если я где-то перейду грань, мне ничего личного не воспринимать на свой счет. Это все ради юмора. Поэтому, давайте начнем. У меня Powerbank. Так как у меня небольшой плак, первые два столика я трогать не буду. Ну, не знаю, там же у вас этот троник же. Начнем мы сразу с вас. Вот. Таня, давайте поаплодируем Тане. Друзья, я вас немножечко-немножечко настрою. Таня сегодня будет выступать. Руки позже. Поэтому тебя я тоже трогать не буду. Расскажи, кто с тобой пришел? Говори, я буду озвучивать. Кто пришел? Родители пришли. Так, ну ты, ну ты дел аморально, то есть, чего? Они знают. Они знают. Можно нескромный вопрос, просто она очень молода выглядит. Сколько лет родителям? 40. Ну, открой в теме. Вы нормально. Это, вы выступить не хотите? Нет. В целом, вы пришли поддержать дочку, немножечко расстариться, да? Смотрите, давайте так. Если она хорошо выступит, я просто видел ее материал, там часть про вас. Пусть это будет сюрпризом, да. На следующем открытом вы выступаете вдвоем, договорились? Все, супер, аплодисменты. Давайте, давайте. У нас прям синий рука. Я под столиком выступаю. Руди, кто пришел тебя поддержать? Так, ты скажи, кто? Это коллеги, это друзья, это клуб Боргий, я не знаю, что у вас. Ну, в общем, все вместе. Боргий, он прям массивный получается. Не все поместились, да? Да, все диспоглинили. То есть, если в какой-то момент ты будешь прям очень хорошо выступать, они могут начать раздеваться, да? Нет, если я буду слишком плохо выступать, они должны раздеваться. Так, все. Не открывайте штору, потому что, ну, безумие будет начаться. Так, в принципе, камеры у нас стоят. В зале есть скрытые камеры, да, наверное. В принципе, Герченко, завтра группа новостей, да? 5 тысяч вообще долларов отдать. Все, отлично. То есть, сколько? 5 тысяч долларов за видосик хороший. Есть еще желающие? Ну, я просто, чтобы вы понимали, 5 тысяч долларов на кону. Вы пока подумайте, вы пока подумайте. Ну, а вы потом, после, расскажешь, как зарегистрироваться, там, на какую камеру лучше снимать, договорились. Все, давайте поаплодируем, груди. Я пойду сразу в конец сначала, лишь самым. Так, единственный адресный человек в зале. Давайте ему поаплодируем. А, смотри, что... А, так, ты. Ты все равно ее снимешь в пары безстрастия. Это стандартная техника. Что? Так, можно вопрос? Нет, нельзя. Ты случайно сюда, можно что-то? И все свои. Как зовут? Максим. Тебя заставили? Судя по твоему выражению лица, тебя заставили сюда прийти. Да. А скажи, пожалуйста, кто тебя заставил? Друзья. Друзья, под каким предлогом? Тебе заплатили, тебе угрожали. Тебе угрожали. Спасибо. Так, ну, сразу понятно. Сейчас, ну, ребята обеспеченные, да? На личные маршрутки приехали. Нет, на самом деле, шутки шутками. У меня где-то неделю назад пропал запах. Я так на очке ни разу в жизни не сидел. Просто. Я сразу, тесты сдавай, еще что-то. Вы тут не переживайте, у меня гайморит. Я могу отъехать в любой момент, но в целом я не заразен, если что. Вот. Давай вот так. Я кому-то дал пять с тобой, давай по модному. Локтяне, спасибо большое, что друзья тебя уговорили. Давайте поаплодируем. У нас осталось еще три столика. Тут такая многочисленная компания. Так вы друзья, коллеги, семья. Его. Это все твой клуб по интересам? О, нет. Блин, ну тут такой видосик серьезный был. Все, чисто, чисто. А не, 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 вот эти, кто здесь сидят, раздеваться не будут. Так, а чем вот раздеваться? Так, смотри. Чтобы снять видео, нужна большая команда. Погоди, я пересаду, чтобы сейчас на меня. Нужна большая команда. Нужны люди, которые выставят свет. Нужны люди, которые будут озвучивать. Сниматься никто не заставляет, но они же могут озвучить. А, озвучил довольно... Вот, вот, а ну как ты? Набер-банк. НЕ НАДА! Нет, 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 нет. Давай так, вот если он будет очень смешно шутить, ты будешь озвучивать, договорились? А я думал, раздеваться надо будет. Нет, нет, смотри, у нее отдельная роль, то есть ты смешно пошутил, а она... Хорошо? Ну, я как смог, понимаешь? Я детский аниматор, я могу, я скажу, почему ты так просил. Блин, детский аниматор, орги, что происходит? У него там двое детей, там у ребенка день рождения, можешь заехать? Чего, пожалуйста? Ну, есть правда, Алиса только будет. Сегодня, ладно, давайте отвлечемся, полугодника сегодня Ассоль, да, они там отмечают, поэтому он не приехал, поэтому я ее так легко одним словом пидорасом назвал. Сделал бы по жизни, я бы его... Поэтому, так как бы убитная причина, сегодня одним словечком обошлись. Все, договорились. Это у нас съемочная группа, это техническая группа. Это съемочная, это техническая? Блин, я уже запутался. Это снимает, это делает. Короче, кто будет тратить? Вот, мы дома. Все, отлично, да. Я буду со своими шутками. Просто, не, я просто представляю, знаете, обычно у нас же как... У нас есть вообще большое очень объединение, которое в Краснодаре находится, в Ростове, и просто мы периодически отсылаем видеоотчеты, как прошло наше мероприятие. Я представляю, если бы реально произошла оргия, мы им отсылаем, и там вот, не знаю, генеральный директор там леды Куки такой отсматривает. Ну, неплохо, неплохо. Не связывается. Приглашаем в камень дебаттл. Неплохо. Все. Так, руки, давай, не вы. Так. Уходи. Можете с вами поговорить? Конечно, с удовольствием. Вы нас снимали. Ну да, я снимаю вас. Вы из спецслужб, ну просто что-то. Ну а похож? Ну да. Значит, так просто будет. Нет, давайте так, я просто знаю, как разговаривают, и вы уже только утверждаетесь в этой роли. Конечно. Так, смотрите. Давайте по уголовным статьям сюда спросим. Давай. Что нам грозит? По поводу чего? Я не знаю, дистанцию мы соблюдаем? По-моему, нет. Вот полтора-два метра, вот, пожалуйста, дистанция. Все нормально. Все. Значит, по этой статье нас не заберут, да? Это нет, это административная. А административная? Сколько, что ли? Ну, около пятерочки, не знаю точно. Да. Это около пятерочки. У вас такая интриги в голосе, около пятерочки. Так, в принципе, если что, если что, вы увидите на моей странице сбор, там, нужны деньги, там, где вам нужна помощь, не проходите мимо, знайте, это на административный штраф. Спасибо вам большое. Я не буду спрашивать вашего имени. Я ваша тоже не буду спрашивать. Я Саша, но если забудете, ничего спрашиваю. Мне просто интересно, где смотреть. На ютубе. На ютубе. Я тебе скилл, 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 как это, в ЛС скину, в личные сообщения. А вы же не запомнили, как я тебя запомнил. Да я и так знаю. Ты же на КВНе постоянно выступаешь. Я не знаю. Конечно, КМТИ, что тебя тут все знают. Да, все. Какой? Вы на вашей времени прилетели из 2010. Нет, я пешком пришел сюда, по набережной пешком. Нет, в целом, мы очень рады, что вы здесь. Я просто, знаете, испытываю определенность. Я куплю камеры. Просто, ну, вот от вас веет какой-то. Как будто вы на работе сейчас. Стараюсь просто. Есть такое ощущение? Ну, типа профессиональное, типа, немножко немножко. Ага. Так. Короче, ребята. Если что, пятеро, я думаю, мы с горями балансы берем. Договорились? Все, давайте поаплодируем. Здравствуйте. Вы у нас пока, скажем, финальная паска, я хотел бы пообщаться. Давайте с простого. Как вас зовут? Сергей. Сергей, а вас? Да. Во-первых, добро пожаловать, конечно же. Как вы о нас узнали? В ленте. Случайно. То есть у вас сегодня никто не выступает, да? Там большая дружная компания, если что. Они всем рады. Они вас с удовольствием отримут. Если что, сбежать, да. А как начнется, там будет. Обожаю. Просто покушать. Пришли, в принципе, не ушли, потому что решили донести горячую, да? Все, супер. Тогда вам я желаю приятного аппетита. Камера заряжена. Да нет, тут две полосочки осталось. Все, нам хватит. Хватит. Полчаса есть, давай. Аплодисменты сами себе, друзья. Опять в ментовку ехать, чувствую. На свои шуточки. Так, я сегодня в стене буду шутить про Путина, в принципе. Я в прошлый раз шутил, надо было в прошлый раз приходить. У меня были шутки про Путина. У тебя были шутки про Путина? Я бы вычеркнул их. Я подумал заранее. Молодец. Молодец. Единая Россия. Да, расслабимся. Ну, слушайте, мы же не... Мы все добрые люди, мы все воспитанные люди. Сейчас перед вами на этой сцене появится первый участник. У нас есть традиция. То есть мы, когда приглашаем гостя, я обычно говорю имя, а в зал выкрикивает фамилию. Хорошо? Руди, не ты. Расслабься пока. Ты чуть позже. Я скажу когда. Фамилия первого участника Гайдай. Ну, известная фамилия. Не знаю, если вы как-то. Да. Не в целом он известен, а фамилия известная. Известный режиссер такой был. Что-то, короче, не подходит они. Я в прошлый раз заряжал, нормально было. А в этот раз, короче, может какие-то другие штекеры. Все, давайте просто оставим, пройдем в нем все. Я уверен. Вот эту, вот эту надо поменять. На сцене Евгений Гайдай. Ай, молодцы, а мы молодцы. Давай, Федерка, посмотри. Ты подойдет мне вопрос. Ты музыку с ней выпрошу? Саша, выйди спрошу. Нет, не включу. Ну, давай. Давай подождем, пока у тебя музыка включится. Ну, короче, у меня получилось. Ну, подременными иметь не получилось. Ну, очень страшно. Всем привет. Меня зовут Женя. Еще раз всем здрасте. О, это подойдет, наверное. Мы часто бывает, как хотели заказать суши, да, вот это, доставочки все. Вот. Ну, каждый раз, когда в очередной раз мы хотим заказать суши, кто-то вот, однозначно, гениальнейшая идея. Ребята, давайте, говорит, мы сами накрутим. Ну, это же, говорит, будет больше и дешевле, да. Как правило, это тот человек, который в начале вечера говорит, я скидываться не буду, я суши вообще не ем. Ну, ничего страшного. Все-таки мы как-то созрели, начинали, сделали практически. Ну, и вот эти, знаете, моментики. Я всегда думал, что девушки очень любят накручивать. Но, походу, к сушам это не относится. Вот, когда я говорю, Марина, ну, давай, ну, накручивай. Нет, Жень, ты крути, я рис буду мыть. И, по итогу, через два часа ты сидишь, кушаешь. Отдельно, 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 кушаешь. Отдельно, отдельно. Отдельно. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, 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 все отлично. Ну, вы помните, да, в суши там все дела, вот, и вы, короче, через два часа по итогу сидите, кушаете отдельно рис, какого-то попуставшего угря или лосося. Писываю филадельфию на хлебушек. А нори это будет масочка на лицо на ночь. Как-то так. Ребят, недавно родители купили новый деревянный стол домой. Теперь у родителей пахнет сборной России. Ох уж этот запах дерева. Вот, давайте немножко еще по футболу. Может быть, когда-нибудь, когда-нибудь пытался объяснить своей девушке, либо жене, либо подруге, что такое офсайт? Было такое? Да. Вот, ну, я тоже сталкивался с этим не раз, у меня практически тоже там, я результатов хороших вроде набился. Недавно решил проверить, говорю, что такое офсайт? Ну, короче, есть ворота, есть квадратик, и когда ненужный футболист бегает быстрее, чем нужно, этот квадратик, это офсайт. Я говорю, я согласен, в России очень много ненужных футболистов. Но какой из 22 футболистов ненужный? Ну, тот, который ненужный, тот, который бежит заливать гол. И я говорю, вообще супер, Крещано Роналду, поздравляю, ты самый ненужный футболист в мире. У тебя пять ненужных золотых мечей. Ребят, знаете, когда долго в отношениях, все начинаешь драматизировать. Особенно это касается текстовых сообщений. После очередного сообщения открываю, и вот я просто никак не могу по-другому прочитать, ой, да. И я тебе про одно, и мне про другое. Наверное, это бессмысленно. Извини, что загрубила тебя. Это, не стоило было доносить на тебя то, что недоносимо. Просто кто бы мог подумать, что ответ норм на вопрос дорогой, ну как тебе мой новый маникюр, надо вызвать такую реакцию. Другие были, я уже заряжал, все заняты, поменять нельзя ни у кого, если освободиться, я не сочет, хорошо. Или другой пауэрбанк, ну это батарейка. Пусть может. Раз, раз. Звука нет. Можно выключить, что он пробует? Нет. А это он, где он приговор. Раз, раз. Раз, раз. Нет, это, короче, мальчик мимо. Раз, 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 два, раз, он пробует. Раз, два, раз. Давайте мы аплодируем, Женя. Мы увидимся по-проторе сегодня. Здравствуйте, Мармана. Да, Рекар, у вас есть такая игра, по мотивам Галюбонова, скажем так, там подольных цветов у каждого группа, каждый групп, он, ну или конфетка, давайте назовем конфеткой. Даже конфетка имеет два вкуса. Допустим, сейчас объясню. Красная, это клубника, два вкуса. Очень прям вкусный и прям отвратительный, нереальный. Красная, клубника, протухшая рыба. Это вот все одна конфета. Другая конфета, желтая. Ананас, испорченное молоко. Третья, зеленая, это яблоко и салат Цезарь из заведения Черкио. Половили немного? Все, хорошо. Не помните, наверное, да, заведения Черкио? Ну и с королки Киви можно, может, салат Цезарь, наверное. Ну и тоже будет. Вот. Ну и после одной из этих отвратительных конфет на вкус, да так будет не слышно, Санька. А, ну все, просто. И в очередной раз после того, как мой друг съел такую отвратительную конфету, он говорит, фу, да она на вкус, как моя жизнь. А вот он работает в пуде. И, ребята, я вот сомневаюсь, что где-то есть конфеты со вкусом дерьма. Вот. Так, далее. Что там у нас? Это у нас? Спасибо, спасибо. К вам на дне рождения, когда-нибудь приходил батюшка? Нет, ну вот это честно такое было у знакомого. Позвали на дне рождения батюшку. Я думаю, ну это ж как там, дополно, косячи, чтобы родители такое сделали. Просто вот есть, давайте помотезируем, есть какая-то вот просто служба вызвали, что вы звоните, алло, здравствуйте. Можно, пожалуйста, батюшку на Каморова 2? Они говорят, вам хорошо, вам батюшку эконом-класс или комфорт? Вы говорите, конечно, комфорт, мы же не евреи. Ты говоришь, все, мы ожидаем. Они говорят, мы вам перезвоним, как подъедет. Ну и проходит минут 10, проходит минут 10, вам перезвонят и говорят, здравствуйте, вас ожидает батюшка в рясе черного цвета. 2-0-2-0 от Рождества Христова. Выходите. Спасибо, спасибо. Что-то я пропустил даже. Что-то я пропустил. Ну, ладно. Ребят, вот меня вообще не парит, что я небольшого роста. Но иногда действительно бывают какие-то, но в моментах переборы. Все бывали на свадьбах. Помните еще ЗАГС вот старый, там, где ступенек много? Эти вот фотографии, фотографии общие, помните? Групповые. Там, где посередине, посередине, по центру молодые, рядом родители, сверху друзья, а внизу дети. Как вы думаете, где я стоял? Внизу, внизу, да. Так мало того, что я был дружком, понимаешь? Внизу. Я просто поблагодарен, что у меня мелочь с конфетами собирать не заставили. Ну, я, конечно, тут ку-жизни тоже подготовился, но просто может быть плохо видно. Здесь у них они нарисовали, они, короче, сделали, чтобы мне комфортно просто выступать, было детскую комнату для меня. Здесь вот там винипухи какие-то там, еще что-то. Поиграться я могу, если станет скучно. Ну, как-то так, ребят. Если вам станет скучно, то назовите своего домашнего питомца Чебапчича. У меня все. Спасибо. Я тут во время выступления Жени гуглил статью «Оскорбление чувствирующих». Если что, мы будем собирать не только 5000, но и на адвоката. Так, друзья, следующая участница девочка. Мы никак на этом не акцентируем, у нас не сексистская вечеринка. Просто хочется, чтобы вы ее встретили чуть ярче, чем нас. Хорошо? И нам будет приятно, и им будет приятно. Фамилия ее Пыленко, правильно? Да. Я ударение просто не знаю. Все. Давайте, по традиции, я скажу Татьяна, вы скажете Пыленко, да? Справимся? Да. Все, отлично. Друзья, на этой сцене. Татьяна Пыленко. Татьяна Пыленко. Вот, давай так, маленький дектор, как с микрофоном, тут же есть чудеса, да? Вот его просто отстегайте, держи на пару примеров. Всем привет. Привет. Меня зовут Таня. На самом деле, я сейчас очень сильно переживаю, очень волнуюсь, потому что давно не была на сцене. Обычно я на сцене пою, иногда танцую, ну, по ситуации работаю. Вот, ну, пока корпоративы свадьбы не веду, но чтобы у мальчиков, как бы, хлеб не отбирать, понимаете, у них семьи и дети, ну, нужнее. На том микрофоне, они говорили, что хотят попасть в телевизор. Ну, знаете, я так подумала, у них семьи и дети, а я одна, молодая, красивая, понимаете, да, в отличие от некоторых. У меня астма, ну, я хожу с балончиком, ну, такая тема. Друзья прикалываются, называют меня вейпершей, но знаете что, если у курильщика забрать вейп, то навряд ли он сдохнет. А со мной будет интересно. Это что-то типа грёбанного квеста. Ну, давай, давай, красивая.